То, чтобы любить свой телефон. Светлана говорила, что каждая из нас почти, да, сидит и что-то пишет. Что-то пишет, что-то там фотографии свои отсылает. Но, в принципе, телефон же любим свой. А когда доходит суть до того, когда список составили «нужно звонить», а звонить нужно, да, мы начинаем сразу же его, в принципе, куда-нибудь ложить. Ну, неохота, боимся. Лучше пойдём посуду помоем, да. Лучше пойдём постираем или мужу приготовим что-нибудь вкусненькое и, в принципе, что-то сегодня сотворили хорошее, но для бизнеса ничего не сделали. Когда я пришла в бизнес «Файрфлайс», я понимала, что я в жизни никогда никуда не ездила. Я не путешественник. Продавать путешествия, в принципе, мне незнакомая тема. Но я точно знала, что деньги, которые мне показали, они мне нужны. А чтобы их получить, мне нужно было проводить встречи и подписывать как можно больше людей. А чтобы провести встречу, цель звонка — это назначить встречу. Звонок всё равно должен быть. Признаюсь, без него никак. Он всё равно должен быть. Но чтобы позвонить правильно и не испортить своих же людей, нужно иметь... Что, Валя, нужно иметь, Мазур? Твое любимое слово? Что нужно, когда звонить, иметь? Текст! Текст! Валя у нас любит все тексты собирать. Вот. Поэтому каждый раз, когда я садилась и звонила людям, которых я не знаю, людям, которые... Телефоны я брала где-то в объявлениях, может быть, где-то в каких-то сайтах, может быть, когда мы даём объявления на... именно с Ланду там, да, сейчас распространённый сайт, да, ОЛХ, да, я буду звонить тем людям, которых я не знала. У меня лично такой опыт, да. Но мы знаем с вами, что наш любимый список можно поделить, когда я хочу звонить, да. Первое. Это те люди, которых я на сегодняшний день знаю. И они знают меня. То есть это мои знакомые, родные и близкие, да. Вот Севара сейчас там очень хорошо об этом рассказала. Второе. Для всех будут разные тексты звонка. Второе. Это те люди, которые по рекомендации я буду звонить. То есть тех, кого мне порекомендовали. И третье. Это совершенно холодный рынок. Люди, которых я не знаю, меня не знают. Я просто имею номер телефона. Даже могу не иметь имя. Такое тоже может быть, да. Но я имею номер телефона. И как-то им тоже надо звонить. Ну, если ты хочешь денег, которые платит компания Firefly. А кто хочет денег от компании? Отлично. Сегодня у нас восьмое число. Ой, извините, девятое. Чек у кого какой? Есть у кого-нибудь? Сто долларов заработал за сентябрь уже? Двести. Пятьсот. Отлично. Так. Тысяча. У меня две на сегодня, да, пока? То есть есть люди, которые работают в компании Firefly, потому что деньги нужны. С первой по восьмой. Да. С первой по восьмой. На сегодняшний день мы будем с вами работать и разбирать три текста, которые будут. Мы вот разделены. Скажите, пожалуйста, Замира, вы влево или вправо все-таки сядете? Кому отнесетесь просто? Сюда, наверное. Туда, да? Все, хорошо. Хорошо. Все-все-все, чтобы я знала. Значит, все, что касается Замиры, Камы и Наталии, все здесь остается. А вторая команда у нас будет здесь. Хорошо? В принципе, по количеству маловато здесь. Ну, ладно. Давайте, Замир, наверное, туда вы будете относиться. Что мы с вами сегодня сделаем? Первое наше задание. Мы запишем все тексты по трём категориям. Мы запишем, не запомним. Мы запишем все тексты по трём категориям. Второе у нас будет практическое задание, исходя из того, как мы с вами сидим. И потом уже дальше продолжим. Хочу сказать. Есть такой интересный момент. Ань, можно тебя сюда на сцену? Анна со мной работает в команде уже примерно, ну, чуть больше полгода, да? Да, 17 мая мы с ними запустили тренинг. Он называется «Я победитель». Мы его уже закончили, завершили. Мы взяли другую ступень сейчас, да, и развиваемся. Этот тренинг проходит для всей команды. То есть не только для моих партнёров, он проходит для всей команды. В шикарных отелях Астаны мы это делаем. Скажи, пожалуйста, тренинг «Я победитель». Ты прошла три месяца. Мы там делаем только звонки. Мы там не веселимся, нам потом веселимся. Но пока звонки не сделаем, мы трубку не ложим. Что ты получила за все эти три месяца, и как ты относишься сейчас к своему телефону? Очень такой хороший вопрос. На самом деле, когда я начинала первые свои звонки, я набираю номер телефона и думаю, хоть бы не взяли трубку. Это был, ну, как бы первый такой опыт. Но трубку взяли, и мне приходилось уже что-то говорить. Хорошо, что до этого мы надиктовали, записали тексты. Конечно, было трудно, потому что был страх, была неуверенность. Почему-то мне казалось, что меня пошлют, что меня не будут слушать. Ну, как-то вот так вот. Но потом, когда я услышала положительные ответы, и как-то люди прям так радостно, прям так весело отвечают. Ну, как-то здорово. То есть теперь я полюбила свой телефон, реально. Я уже могу делать даже 30 звонков в день. Мне это вообще не трудно. И наоборот, даже когда я начинаю делать звонки, у меня даже так настроение поднимается. У меня так... Я даже уже стала знакомиться по телефону. И поэтому вообще здорово. Отлично! Давайте поаплодируем за это удовольствие. Спасибо, Анна, большое. Скажите, а есть в зале люди, которые тоже желают получать удовольствие от своих звонков? Не просто соседки, а именно по бизнесу. Приглашать на презентацию. Ну, тогда мы собрались как раз в теме, да? Смотрите, давайте будем записывать. Вы записываете текст так, чтобы его можно было читать, а не просто сокращая. Записываете текст так, чтобы вам было понятно, что вы написали обязательно, да? Потому что практика выполняется, вам нужно будет пользоваться вашей работой, которую вы сейчас сделаете. Разберём сперва с вами категорию, кого я знаю. Это могут быть все, кого вы знаете, или, может быть, вы давно не виделись, но вы их знаете. Можно зайти в каждому буквально в социальную сеть, в Facebook одноклассника, и вообще посмотреть перед звонком, путешествует ли этот человек. Это очень поможет. Это будет ключевая фраза к переходу, зачем мне позвонили. Я знаю, что в Алма-Ате будет 12 и 13 сентября проходить презентация. Знаете, да? Будет проходить во сколько? В 19.00. Давайте запишем. Первое, что 12 числа, 13 сентября, 12 и 13 сентября, в 19.00 будет проходить презентация в Алма-Ате, в отеле «Астана». Адрес какой там? Кто с Алма-Аты? Здесь будем, мы можем пойти. 12 и 13.00. Садпаева космонавта. Садпаева космонавта. Можем Байтурцина привозить. Космонавта, да? Байтурцина. А, Байтурцина. Записали? Это важно, потому что когда мы сейчас будем работать и делать практику, да, Ирина? Да, Садпаева Байтурцина. Мы будем, нам нужно объяснять людям, где это будет, да? Так, следующий момент. Теперь мы записываем первый текст. Я буду говорить так, как я делаю. Я это делаю уже больше двух с половиной лет. Я посещаю разные тренинги. У меня есть несколько методик. Я использую методику бархатного удава от Андреаса Винса. Люди, которые пользовались и были на тренинге «Победитель», они тоже получали в подарок эти аудиозаписи определенного блока, да? Кто-то пользуется, кто-то не пользуется, как всегда. Ну, кто-то пользуется, тот понимает, какая привилегия у него. Поэтому мы будем звонить так, как я. Я, по крайней мере, текст буду говорить. Тот, который у меня работает в Астане, он может работать везде, в принципе, да? Если я звоню человеку, и я знаю, что он путешествовал или хотя бы в жизни куда-то съездил, то я ему звоню так. Лариса, привет! Привет! Лариса, я смотрю на твои фотографии в социальных сетях. Вообще я радуюсь тому, как ты часто стала ездить, отдыхать. Да, я еще позавчера только в Стамбуле была. Целый день мы с партнерами гуляли. Вообще молодец! Слушай, а что бы ты сказала, если бы на все твои будущие путешествия можно было бы приобретать и получать скидки большие? Ну, классно! Есть такая возможность? Знаешь, в Алмате завтра, ой, 12-го числа будет проходить открытые мероприятия для туристов, где будут рассказывать как раз фишки, как мы с тобой можем отдыхать и путешествовать с большими скидками. Я иду, пошли со мной. Прикольно, меня это тема интересует. Все, тогда давай встречаемся в 8 часов, это будет в отеле Астана. Все, до связи. Отлично. Я не спрашиваю, как у нее дела, и что она готовит на ужин. В принципе, не сейчас. Понимаете? Вот так я могу позвонить. Теперь запишем. Привет, как дела? Все хорошо, как у тебя. Это по-любому человек задаст, это наша физиология. Я говорю, все замечательно, но ты знаешь, меня радует то, как ты путешествуешь. Или меня радует твои фотографии в социальных, там, в одноклассниках, как ты часто стала путешествовать. Это комплимент человеку, большой такой комплимент. Меня стало радовать то, как ты стала часто путешествовать. Я тоже так хочу. Если вы не являетесь путешественниками, можете добавить присоединение, что вы тоже так хотите. Если вы уже сами очень активны, то можно опустить этот момент. Скажи, пожалуйста, Лариса, что бы ты сказала, если бы на твои путешествия можно было бы иметь всегда большие скидки в будущем? Да ладно, поподробнее об этом, мне интересно. Скажи, пожалуйста, Лариса, а что бы ты... Или просто, давайте сократим, скажи, пожалуйста, Лариса, а тебе было бы интересно получить скидки на свои путешествия будущие? Или большие скидки на свои будущие путешествия? Ну, конечно, хочу об этом узнать, расскажи. Мы записываем. Жалко, что ты не записываешь практику. Ты как будешь выполнять? Я записываю. Не, не, не. Практика у тебя не выполнится? Надо писать, уходь. Моё предупреждение и рекомендация. Всё должно быть записано. Вы не сможете практику сделать. Кто в Астане... Сейчас повторим. Кто в Астане на семинаре не сделал запись в листочке, то потом им было очень трудно выполнить практику. У них не было результата. Да, и денег. И денег после этой практики. А тебе было бы интересно? Скажи, Лариса, скажи, пожалуйста, Лариса, А тебе было бы интересно получать на свои... Получать большие скидки на свои будущие или следующие путешествия? Да, конечно. А что для этого нужно? Подождите, вы говорите. Ещё большие скидки. На свои будущие путешествия. Естественно, как Лариса нам отвечает, человек так и отвечает. Естественно. Знаешь, просто в Алма-Ате... Просто в Алма-Ате... Легко разговаривайте со своими, кого вы знаете, да? Знаешь, просто в Алма-Ате 12-го числа, это же понедельник, да? В понедельник будет проходить открытое мероприятие по туризму. Поверьте, вся наша команда никогда не приглашает на презентацию. Мы не говорим слово «презентация» вообще. Открытое мероприятие по туризму. Будет проходить открытое мероприятие по туризму. Открытое мероприятие по туризму. Это будет проходить в 9 часов в гостинице «Астана». Ой, извиняюсь, в 19 часов в гостинице «Астана». Я иду, пошли со мной. Да, с удовольствием. Всё, отлично. Тогда встречаемся с тобой заранее в полседьмого на месте. Всё добро, давай пока. Коротко. Всё добро, давай пока. Это будет в 19 часов. 12 сентября. Я рекомендую говорить одно число. Не надо говорить человеку выбор 12 или 13. Говорите одно число. Это будет проходить... Сделайте акцент на 12 число. Поэтому говорите, это будет проходить 12 в 19.00 в гостинице «Астана». Прямо там давай встретимся, чуть-чуть заранее. Всё, человек подтверждает, говоришь, всё окей. И сразу же прощаетесь. Пункт, красный пункт. Вы сразу прощаетесь. Не надо говорить с человеком о работе. Просто скажите, не сейчас, давай при встрече. Просто некогда. Если надо, скажите. Но не продолжайте ни о чём развивать разговор. Записали? У нас с вами получился такой текст. Лариса, привет. Привет. Я очень рада видеть твои... А как твои дела? Она мне задаёт, как мои дела. Всё замечательно. Я сразу говорю, мне очень радостно видеть твои фотографии, видеть, как ты стала часто ездить, отдыхать и путешествовать. Скажи, пожалуйста, я тоже хочу, как ты. Скажи, пожалуйста, Ая, хотела бы ты иметь всегда большие скидки на свои будущие путешествия, Лариса? Ну, естественно. Знаешь что? Просто дело в том, что 12 сентября в Алмате будет проходить открытое мероприятие по туризму. Я иду сама. Пошли со мной. Обязательно. Всё, отлично. Тогда встречаемся с тобой в полседьмого в гостинице «Астана». До встречи, Лариса. До встречи. Звонимся заранее. И прощаемся с человеком. У всех есть текст. Это был самый короткий текст по этой категории. А теперь у нас категория идёт какая? По рекомендации, про которую очень много говорила Севара. Здесь есть информация, что он путешествует. А вы можете зайти в социальную сеть, посмотреть. Если он не путешествует. А, ну если не путешествует, задайте вопрос вам по-другому. Вы сами путешествуете? Да. Тогда вы можете сказать, слушай, Ларис, ты же знаешь, как я часто езжу, отдыхаю? Ну да. Ты хочешь, как я? О, мечта. Такая возможность просто появилась. Знаешь, в Астане будет проходить, ой, извиняюсь, в Алмате будет проходить открытые мероприятия по туризму. И пошло то же самое. Ты хочешь, как я? Ну, эти вам выгоднее. Я когда звонила, наоборот, хотела, как они, а вам, наоборот, как вы. Круто. Ну, а теперь идём в вторая будет у нас категория. Это по рекомендации. Это когда у нас есть номера, которые нам порекомендуют.